Привет! Итак, мы продолжаем работать с Sortable, то есть с вкладкой Interactions. Будет Sortable, Selectable, Resizable, Droppable и Draggable элементы. Будем их проверять. Начнем сразу с Sortable. Сразу хочу сказать, я в последнее время на своих видео так и говорю, потому что подписчиков становится чуть больше, просмотров в некотором смысле чуть больше становится. Поэтому, если вы в первый раз на моем канале, то посмотрите первое видео из плейлиста данного видео. Называется Пролог, вот и можно начинать с самого начала делать свой проект в портфолио. Подписывайтесь на мой YouTube канал, Telegram канал, Telegram чат, где можно пообщаться. Также пишите комментарии и ставьте лайки, это мне очень помогает в плане мотивации, поддержки для того, чтобы снимать что-то новое. Мы уже почти на финиш не прямой, то есть осталась последняя вкладка, затем мы будем делать все. Закинем валюр, вот и у нас будет уже такой, можно сказать, минимально полноценный проект. Поехали. Я уже создал, значит, костяк приложения, класса, то есть мы создаем, так как у нас новая вкладка, новый Page, мы создаем InteractionsPage, InteractionsPageLocators и InteractionsTest. Здесь мы все заполняем, класс создаем, локаторов создаем и здесь создаем Page. Так, поехали, нам нужны локаторы. Единственное, что сейчас здесь все готово, ну можно начинать искать локаторы. Первое, что нам нужно, нам нужен список наших айтемов, то есть здесь будем получать список. Так, дальше будем здесь грид айтемы все получать. И сам, то есть это будет там, грубо говоря, еще нам нужен будет таблист, то есть вот список вот этих моментов, список этих, ну и сами вкладки. Все, давайте смотреть, что там у нас. Так, таблист, пишем таб, ну то есть таб, то есть вкладка. Ладно, в общем, таблист, далее у нас будет здесь таб, точнее лист айтем, далее будет таб грид, грид айтем. Далее, значит, давайте понайдем вот этот. Так, затем лист айтем, нам нужен сразу весь список. Соответственно, что нам для этого нужно? Ну, вот этот диф, вот, ну как видите, у нас тут 6 элементов, а у нас пишет 15. Потому что очевидно, что еще и сразу в грид попадает. Поэтому нам нужно здесь впереди определить, что айди у нас будет, tap, pain, лист. Только это у нас будет диф. Вот, вот этот вот диф айди, нам нужно именно листа. Вот если в этом случае, в этом случае у нас получается 6 элементов. Вот так. А грид, я думаю, будет что-то похожее. А грид будет 9. Ну и, соответственно, нам все, 9 элементов. Вот мы здесь, так, не здесь, а здесь указываем. Все для того, чтобы писать тесты, все у нас есть. И методы будут следующие. Их будет 2. Первый метод он будет менять лист, второй метод будет менять грид. Ну, еще метод, который будет нам позволять брать текст из... Точнее, брать порядок вот этих значений. Что я имею в виду? Вот что. То есть мы берем itemList. Любой, неважно. Точнее... Да, я забыл. Это будет функция. Которая будет sortable. То есть вот сортировку айтемов. Элемент. Элемент. И нам нужно вот это будет у нас itemList. Элемент выберем, потому что у нас будет их здесь много. Дальше у нас будет элемент с visible. Элемент. 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 Итак, начать мы будем. ItemList. Элемент. Вот. Ну и далее будем, значит, менять changeList. Вот это. Менять порядок списка нашего порядка листа. Далее мы делаем self-element is visible, self-locators, на всякий случай, нам нужно таб-лист кликнуть, чтобы был открыт, затем мы берем order, то есть порядок, порядок до каких-то изменений. Sortable, а здесь пишем self-locators listItem, ну и конечно же я забыл сделать elements are, вы молодцы, если заметили. И далее нам нужно поменять список, но поменять-то мы его должны случайным образом, поэтому мы воспользуемся одним интересным методом, который мы уже использовали в прошлых уроках, это будет random sample. И далее мы делаем self-element, ну даже можно сделать так вот, self-order, order, то есть мы берем наше состояние до, О нет, ordered, ordered у нас как раз таки текст, текст это глупости немножко сказал, self-element, elements are visible, потом self-locators listItem. И давайте мы сделаем, точнее у нас, как у нас тут происходит-то, да. Мы выбираем условно сразу, выбираем два значения, и тут нам нужно использовать наш drag and drop to element, если он у нас тут создан, или у нас он тут, drag, drop by, upset. Окей, тогда сейчас мы создадим. Нам здесь нужно item list, то есть, смотрите, мы здесь выбираем два случайных элемента, то есть здесь k2 нам говорит о том, что в этом массиве у нас будет два элемента, и мы хотим, чтобы был item what, то есть какой item, item list с нулевым индексом и item list, item where, то есть мы говорим какой item, а здесь говорим на какое место, на место какого айтема мы делаем. И мы делаем это на место элемента с индексом. Если бы мы делали просто бы self-locator item, а потом бы сделали таким образом, то скорее всего была бы вот такая история, то есть мы делаем one, one, точнее нет, у меня здесь уже изменился немножко, или сейчас я обновлю страницу. Было бы one, two, и у нас каждый раз было бы, что просто two, one, three, four, five, six, и все. А когда мы используем random sample, то у нас может быть, допустим, там two, five, или four, six, и каждый раз они будут разные. Вот, поэтому это еще один удар по закону, по принципам, закону пестицида тестирования. И теперь нам нужно создать наш метод, который нам позволит drag and drop. И тут мы как раз указываем self, what, и self, where. what, where. Но метод используем не by of self, а drag and drop классический, то есть source, источник, и target, цель, то есть куда. Вот таким образом заменяем. Все, у нас метод готов. И здесь пишем self, actions drag and drop two elements, item what, item where. Конечно, можно просто написать сюда item list 0, item list 1, но для более наглядности я решил чуть подробнее описать. И после этого всего события я пишу order after, использую точно такой же, использую эту вот функцию. и в данном случае мы получаем order before и order after. Давайте просто посмотрим, как это будет выглядеть. Тут же сразу наглядно, мало ли, вдруг у нас уже что-то пошло не так. Это повторно. Что ж такое. Ну что ж такое... Автор. Ну что ж такое. Автор. И вызовем здесь, то есть путь sortable. get нет, не get у нас тоже будет change list order и давайте запустим, посмотрим, что у нас в итоге будет в выводе в output ну вот видите, да, у нас массив получился 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потом 6, 1, 2, 3, 4, 5 вот, а еще раз запустим, какой у нас будет порядок 1, 2 вот, понимаете, это 1 все время случайный порядок, это замечательно и точно такую же историю нам нужно провернуть с great order в данном случае я этот метод почти что ну точнее даже не почти что а в принципе скопирую и просто заменю локаторы но вам я рекомендую обязательно изменить и оптимизировать методы таким образом, чтобы повторяющегося кода было минимум вот поэтому имейте это ввиду и обязательно измените и справьте, чтобы это выглядело намного намного лучше здесь нам нужно great поменять тут у нас будет вот, не great а grid grid здесь нам нужно grid item grid item grid item все в принципе я думаю так же так давайте сейчас сделаем что у нас будет тестом и sortable change grid а здесь сделаем list before list after а здесь сделаем grid grid далее print и запустим посмотрим что у нас получается и мы видим 1,2,3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,2,4,5,6 1,2,3,4,5,6 7,8,9 и 1,6,2 1,6,2 3,4,5 7,8,9 то есть все работает так как и планировалось ну и теперь приведем это все порядок точнее неправильно у нас они не должны быть равны а здесь вот так делаем и негатив месседж делаем вот у нас order of list а здесь grid has not been change ну еще раз запустим вообще конкретно убедиться что тест у нас проходит вот так вот хорошо у нас работают тесты и так все супер теперь можно делать commit благодарю вас за то что вы писали вместе со мной или просто смотрели вы большие молодцы вот но сейчас пришло время привести свои мысли в порядок выпить чай кофе и обязательно возвращаться кофе